Имя Геддона Кремера не нуждается в особых представлениях. Накануне Рижского концерта с ним побеседовала Инна Давыдова. Сегодня начинается очередной международный фестиваль «Сентябрьские дни камерной музыки», который устраивают Латвия с концерты. Многолетний фестиваль, у которого есть своя публика и, конечно же, свое особое настроение. И это настроение – тет-а-тет. Главные слова фестиваля. Глаза в глаза. Камерная музыка не может исполняться иначе. И долгие дни фестиваля подарят нам встречу с дуэтами, квартетами и оркестрами. И фестиваль начинается концертом нашего любимого оркестра Крамерата Балтика с его бессменным руководителем, вдохновителем и идейным вождем всего, что делает Крамерата Балтика Гедоном Кремером. Нам посчастливилось сегодня встретить Гедона Кремера перед репетициями, перед концертом. Гедон, у меня к вам один вопрос. Что для вас тет-а-тет в музыке? Камерная музыка для меня уже много лет, уже десятилетия является чуть ли не основным занятием. Я хотя до сих пор выступаю с большими оркестрами и даю сольные концерты, но уже лет 30 я очень предан камерной музыке. Собственно, сама идея создания Крамерата Балтики, тоже связанная с камерной музыкой, можно понимать Крамерата Балтики как оркестр, как большой ансамбль камерной музыки. Потому что камерная музыка именно требует этой интимности, вот этого открытия своих глаз, своей души, этого обмена не только информацией, не только эмоциями, но это разговор. Я очень рад, что Крамерата Балтика уже в своем теперь 14-м году жизни подросток вырос явно, уже, можно сказать, почти взрослый, сотрудничает с очень многими музыкантами, не только со мной. И вот этот концерт сегодня вечером, он как раз и будет свидетельством того, что Крамерата может выступать и без Крамера, или с Крамером, который занят в этом концерте, относительно мало. Но зато музыка остается. Музыка в данном случае будет сыграна и Андреем Осокиным, новым лауреатом конкурса в Брюсселе. И особенно меня радует и то, что Крамерата после удачного дебюта, удачного сотрудничества этим летом с Айнастом Рубертицем вернется к этому партнерству. Много интимной музыки будет в этом концерте, музыки душевной, духовной, музыки как высказывания. Если говорить о программе, то это и концерт Баха для фортепиано, и пьеса нашего юбиляра Гии Кончели. И третье сочинение, которое завершит это первое отделение, которое связано с Бахом, это мы впервые услышим произведение американского, бывшего русского, американского композитора Евгения Шарлата, который приезжает специально на премьеру Ригу. Это некий опус по капричио, тоже по мотивам Баха. Второе же отделение будет посвящено такой выдающейся пьесе, как «Метаморфозы» Рихарда Штрауса. И завершить программу премьеры латышского автора Петерсона, посвященная тоже латышскому выдающемуся не музыканту, но великому артисту в области спорта. Так звучит странно. Но это я, естественно, говорю о гроссмейстере Михаиле Тали, с которым еще в свои годы, когда я еще учился в школе Эмилия Дарзинина, турниры, в которых он участвовал, я ходил, переживал. И помню все эти драмы, особенно его поединок с Борисом Спасским. Гидон, спасибо большое. А вы играете в шахматы? Я в детстве очень любил играть в шахматы. Мы даже с Мишей Майским когда-то были чуть ли не в одной сборной школы, но у него гораздо лучше получалось, чем у меня. Но я тогда очень увлекался и шахматами, и баскетболом. Разыгрываются шахматные партии не только за шахматной деревянной доской. Они разыгрываются и в музыке между нотами, и скрипичными, и басовыми ключами, между партнерами и участниками ансамбля, между солистом, дирижером и оркестром. Дай Бог, чтобы это всегда было в ансамбле, чтобы это всегда была гармония. И чтобы это был разговор тет-а-тет.